друзья всем привет и это обзор на лучшие врожденные способности этого патча после лучших врожденных способностей а также рассмотрю и самые интересные самые необычные из них из-за огромного размера патча я понял что просто нет смысла разбирать вообще все этот объем информации даже у меня в голове ну просто не помещается не оседает хотя я наиграл доту 20000 часов начнем первого самого интересного и необычного это врожденные способности и самое лучшее из них а следующее видео скорее всего будет про самые интересные и крутые аспекты и так собственно спойлер у вас на экране это nature's profit что же за врожденная способность у него появилась он получает вплоть до 6 процентов бонусного базового урона за каждое дерево в радиусе 300 рядом с ним кроме того это число умножается зависимости от того как много трендов вызванных nature's call находится рядом с ним я даже не просто зачитаю да я еще и покажу как это работает потому что это ну что-то абсолютно невероятно просто фури он до 30 уровня но никаких шмоток нет ничем мы там инту никак не усилили базовый урон не взяли 160 урона да мы с вами видим окей я призываю трендов получаю увеличение базового урона на 90 процентов по сути я dd run только что подобрал но это еще не все вместе с ними ну или просто не где-то рядом я подхожу в деревья в деревьях у меня уже 132 можно даже может нащупать 138 плюс к урону а знаете че еще могу сделать могу вызвать вокруг себя спруты и того у меня плюс 186 урону да спрутой стояли 5 секунд ну как бы никто не мешает поставить у меня 160 урона и я получил плюс 300 вы понимаете то есть это халявная рапира то есть герой вернулся в виде кор позиции по-настоящему причем как будто бы очень даже сильный очень мощный посмотрим что из этого получится выглядит просто ну невероятно сильно на мой взгляд это одна из самых лучших врожденных способностей едем дальше если даже тут списочек сделал чтобы скакать я опять же все это одним кадром ребята к сожалению не могу реализовать там все это смонтажить склеить выложить потому что я сейчас не дома сегодня уже сможете смотреть скорее всего меня на покерном турнире от бэдбум и ну я просто не могу проигнорировать такой патч да это невозможно сделать следующий наш претендент на имбовость это сларк ему добавили врожденную способность барракуда и она зависит от уровня его ультимейта но даже если ультимейт еще не вкачан она уже врожденная она уже работает и дает дополнительные четыре процента скорости передвижения и восемь хп регена теперь сларк становится очень сильным лейнером да опять же тут работает только в случае если его не видно получается вы на линии вы пробиваете пробиваете но стоит ему отойти в кустике например да и он начинает по сути иметь халявная танго гораздо сложнее будет задушить персонажа а еще что очень важно у нас появляется нехилая опция терять все варды на нулевой минуте от сларка потому что он с этой способностью просто начинает бегать по карте вместе с им тричком или двумя и снимать все observer и потому что он видит где его видно до своего рода мэп хак только если обычно сларк этим пользовался позже то теперь он сможешь пользоваться этим на самых ранних этапах когда очень важно получить вот эту четверть уровня за уничтожение observer варда и кучу денег с этим героем будет однозначно легко играть в одной команде и сложно в противоположных следующая имба на очереди ребята это shadow shaman до врожденная способность тут конечно внушает уважение это айон диск до бесплатный встроенный со своими особенностями но тем не менее полностью защищающий от возможности умереть за берст например вы на sky маги нападаете на этого shadow shaman и кинули атос кинули все скиллы свои прокастик а он выживает и начинает от вас убегать а либо даже не убегать а получает сильное развеивание снимает себя сами снимает себя рут и нажимает змея кидают вас хекс а потом связывает вы умираете то есть шамана просто невозможно теперь становится убить длительность того как превращается в этот хекс а кстати он не сможет да из хекса что-то сказано то короче сможешь просто отойти в пусты и потом еще и перевернуть это все против вас в любом случае хекса 3 секунды плюс еще он 075 секунды полностью защищен от любого урона то есть он сможет выйти из-под вашего дэмэджа например да вот то что вы там ультанули или какие-то другие герои какие-то другие особенности есть сильно да сильно следующий герой который у нас есть и которому должно быть очень приятно в этом патче это тени опять же я не рассматриваю врожденные способности которые просто это какой-то из уже существовавших скиллов сделали врожденные способности это не так интересно за исключением битва выглядит сейчас я из тестового лобби выйдешь чтобы музыка не шла про вышку теник ему вернули крэги экстериор старый добрый и переработали теперь он снижает урон всех кто его атакует максимум стаков 10-5 процентов за стак то есть если вы видите допустим что против вас какие-то рейд кликеры вы просто пикаете теника и они наносят ему на 50 процентов меньше урона это нереально жестко да понятно что эффект накопительный но не так много героев могут заберся и условно за 5 тыч когда большинству требуется больше ударов и и не сам по себе толстый перец его так быстро не снесешь это сильный баф героя ему с этим бафом играть конечно будет приятно следующий в списке очень сильных персонажей у нас он дает потому что его врожденная способность это халявная реинкарнация как у в рейс кинга единственное что-то возрождаешься на фонтане но все что нужно сделать за зомби да это по сути купить например либо травола либо вообще просто не тратить тэпку и ты умираешь в драке раз в 8 минут но тем не менее ты умираешь в драке и ты сразу же на фонтане сразу же летишь обратно в драку по-моему это будет очень круто особенно на просто сцене наверное заиграет но и в принципе по игре прикольно вы в любом файте играете 6 на 5 до сандайном ну просто старайтесь поближе к своим вышкам там порталом аутпостом играть и все будет чики пуги дальше у нас любимец многих и многих игроков это вич доктор у него очень крутая врожденная способность которая называется грис грис это нейтральный предмет который нельзя дропнуть и можно разместить в бэкпаке да то есть он слот нейтралки не занимает каждый раз когда владелец умирает сто процентов золота которая теряется от смерти засовывается в этот предмет да то есть предмет начинает стоить например на 200 золота больше на 300 на 400 смотря сколько вы теряете при смерти и вообще в принципе этот предмет фармит по одной золотой каждые три секунды то есть 20 золота в минуту то есть по сути это философер стоун с нулевой минуты абсолютно может быть съеден чтобы мгновенно получить всю свою стоимость на руки да это как своего рода банк инвестиция я не знаю что хотите называйте вы просто играете как обычно всегда играли мало того что у вас там пассивно деньги копятся особенно если игра у вас не идет вы еще и теряете бабки хоп там накопилось 4 200 пошел съел купил аганим кайфуешь сильно ощущается очень сильно если честно как будто на вич докторе играть супер кайф дальше у нас есть еще один очень сильно молодой это шторм спирит смотрим по сути у героя появился встроенный блуд стон старого образца когда за каждый фраг ты получаешь дополнительный ман реген во первых за каждое убийство либо же даже если противник просто умирает рядом вы навсегда получаете плюс 0 1 ман реген но кроме того вы получаете по еще плюс 0 2 ман регена которые уже работают по принципу старого блуд стона аля вы умираете теряете часть зарядов причем теряете всего лишь три заряды а накопить вы их за игру можете допустим 60 фрагов на команду почему нет особенности разотягивается в лейт в общем шторму нехило так сделали приятнее игру если у вас игра пошла то вы кайфуете вдвойне мне точно это нравится и это точно сильно на мой взгляд так дальше очень сильная врожденная способность да хоть и немного ситуативная появилась у муэрты теперь она даже без ульты всегда бьет по целям которые находятся в бесплотной форме ли даже если ты ее закинешь бесплотную форму она все равно бьет то есть это полная контра например пугны всевозможных этериалов и так далее ситуативно да очень сильно да теперь ты просто против муэрты терял никуда не можешь купить потому что но реализовать его по большому счету ты скорее всего не сможешь мощнейшая врожденная способность идем дальше феникс фо-еникс врожденная способность ослепляющая солнце теперь и карус дайв ну то есть все скилы феникса да спирит и санрей супернова настакивают на противнике 2 процента шанса промаха максимум стаки длятся 5 секунд и каждый новый стак обновляет длительность до вот этих историй у феникса урон тикающий на повести так 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 ну-ка а я может эти плохо понял дебафы от этих штук дебафов не так много так тогда замедление здесь плюс замедление атаки здесь плюс какое-то там ослепление от санрея да вроде бы идет а нет больше не идет теперь это просто накладывает дебаф в плане урона и супернова выжигает получается не так сильно кстати как я думал это просто необычная врожденная способность но не имбовая да не какая-то супер сильная промахов примерно на глазок будет ну допустим 20 процентов все равно это как радианс до встроенной и это приятно конечно же но не показал что где-то там с ракет будет тогда ок в целом норм в любом случае мы уже подходим потихонечку к концу наших имбовых встроенных способностей у нас осталось три героя следующий персонаж никс никс ассасин врожденная способность чувствует невидимых героев радиусе 400 это офигенно и ситуативно ну с другой стороны глиммер кей покупается чуть и не в каждой игре да то же самое сказать про лотар но условно хрики или баунти хантер он теперь вообще контрит сам то есть если казалось раньше что бх контрит инвизеров там заранее трек накинул он в инвиз уйти не может теперь никс просто бегает и хантит особенно учитывая что инвиз обычно покупают тонкие герои которые как раз являются отличной целью для никса чтобы их выжить чтобы с ними расправиться необычно прикольно бодренько одобряем еще и сильно да хоть и не по умолчанию но в некоторых ситуациях дальше у нас остался последний откровенно сильный врожденный момент это дизраптор врожденная способность электромагнитная репульсия называется каждый раз когда герой получает 250 урона от противника в радиусе 400 это чуть меньше рэнджи атаки да все находящиеся рядом с ним и юниты отталкиваются на 400 от дизраптора перезарядка 4 секунды счетчик урона перезаряжается каждые 7 секунд то есть допустим бежит на вас фантом лансер да вы саппорт дизраптор набегает с диффузом там бьет и тут бац его всего откинул он снова набегать через 4 секунды снова откинула и так далее но в вариации может быть масса как бы это работает сильно мощно одобряем дальше мы будем рассматривать с вами просто любопытные интересные врожденные способности которые добавляют новые механики которых раньше в игре не было либо же они как-то по-другому выглядели сложно судить заранее об их имбовости да без практики но это однозначно требует внимания и возможно стоит просто пошпилить чтобы прочувствовать дон брейкер ну ка ну ка врожденная способность теперь каждый раз когда ночь сменяет день она показывает всю карту на 4 секунды это ну посмотрим насколько это сильно да сложно сказать но никогда раньше такого не было вот какой-то такой скин который показывает просто всю карту абсолютно это что-то совершенно новое для доты прикольная врожденная способность одобряем а самое главное лорная да то есть она как бы и так прилетает откуда-то там да вместе со светом солнца а теперь она еще и освещает все это бодренько бодренько дальше потенциально сильная врожденная способность но без практики не понять это гирокоптер который теперь может разобрать почти все предметы в доте и продавать рецепты не вы теряя от их стоимости вообще честно говоря здесь ограничено все только фантазии надо сидеть перебирать какие там разные варианты шмоток вы можете купить чтобы потом разобрать и потом из них собрать уже что-то более лейтовое это например более нужное на ранних этапах гирокоптера возможно будет собирать очень много всякого дешевого и потом разбирать этого что-то более дорогое то есть герой заслуживает внимание однозначно но это уже более энтузиастом или надо просто чтобы он не выпал на рандоме хотя я не знаю когда я вернусь буду ли я рандомить или буду бегать что-то наиболее интересное наверное 2 далее есть такой герой как void spirit у него врожденная способность необычная теперь он получает на 33 процента больше вторичных бонусов от атрибутов то есть каждое очко силы дает ему больше хп каждое очко интеллекта дает ему больше маг резиста каждое очко ловкости дает ему больше брони это делает его в принципе более толстым плотным и защищенным героем необычно такого раньше не было посмотрим как расскажется в игре также есть и просто вводит который фейс лис до фейс лис вводит у него тоже очень интересная врожденная способность это совершенно новая механика все скажем так летящие способности до project а и как они на английском называются замедляются рядом свой дом вот я бы наверное даже этого героя просто влоги вам показал давайте мы это с вами сделаем нет даже самому любопытно как это собственно будет выглядеть например летит стан свена это его замедляет давайте ранжевика возьмем чтобы одновременно видеть и вот давайте вещдоктор врожденная способность вражки снаряды замедляются 25 процентов ну давайте поднимем 30 уровень и поехали пытаюсь бить тычка летит медленно вы видите да то есть но это что-то совершенно новое не надо стоять для этого купола то она вот есть кидаем каску каска летит медленнее да вот просто для сравнения мы создаем вещдоктора союзника например отходим от войда кидаем каску вот каска не замедляется то есть project а его это именно кучки с руки но низко ну в любом случае механика свежая очень необычная спасибо будем пользоваться так дальше еще из любопытного интересного чего не было раньше у нас остались на самом деле довольно много героев хускар претерпел изменения больше у него нету маны и теперь все его скиллы затрачивают его хп но при этом вот затрата хп это считается магическим уроном и соответственно резист к магии да который у него есть и так его пассивки этот урон еще и снижает наверное назревшая такая штука ну окей это необычно в любом случае для доты дальше у нас есть вырочка ее больше нет нельзя замедлить более чем до 240 мс соответственно герой всегда бегает ну почти как цемка без тапка это прикольно это опять же лор на то есть мне очень нравится что волк ударились вот в такой лорки пвр она же типа виндранер как бегущая по ветру там да ну короче с ветром связанная быстрая туда-сюда и логично что ты не можешь ее замедлить прям вот до 100 мс а как других всех остальных героев да у нее этот показатель выше прикольно необычно любопытно да добре мне лично нравится также есть герой кибер и теперь у него тоже супер врожденного как бы необычная механика он получает ману за каждое дерево который уничтожает сложно сказать не поиграв насколько много маны он по итогу сможет этим делом восстановить но то что будут такие моменты в игре как вы знаете ману уже по нулям и тут так вот нажимаешь первый распиливаешь деревья и противника и те хватает маны теперь еще и на чакрам я думаю такое будет это и забавно и интересно такого опять же не было и это лор на опять же потому что от ноги у просто это же тиммер он же лесоруб следующий герой у нас тинкер врожденная способность снижает кд всех его скиллов способностей вплоть до 60 процентов зависимости от интеллекта в самом лейте вы в любом случае соберете эти 240 интеллекта я думаю это ну уникально такого больше нет да потому что единственный способ снизить кд в доте сейчас это октарин и это 25 процентов а вы на тинкере можете купить еще и октаринчик и что там вообще будет происходить да ну это конечно очень интересно я бы даже наверное тоже этот момент почекал посмотрел давайте так и сделаем просто сейчас апнем 30 и посмотрим а сколько собственно перезаряжаются какие-то предметы интересные необычные так 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 сок умеете ли 140 ну мы возьмем например возьмем возьмем аркан блин и и получаем 240 нт по сути мы уже как бы задачу на эту выполнили но возьмем еще огонь и все теперь у нас точно это на максимум кд блин к 2 идеи подожди а я еще октарин си не купил 2 и 2 вы понимаете да я блин кусь кд 2 и 2 это же ну как будто бред какой-то хекс 6 и 2 секунды то есть я хексанул он откатывается ну-ка ну-ка ой а кстати очень интересно здесь когда я 4 и 9 да смотрите что я делаю чуть-чуть не хватает да но я условно могу еще раз захексить еще раз поднять обисал 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 это это не шутки все ребята кд 10 за это за хексел обисал 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 поднимая репресс ну блин я ничего просто потерял на визу это прикольная тема ты посмотри что происходит за обисал за хексел поднимая поднимая ну и все дальше конечно не получается но но в целом идея забавная мне кажется да необычно не так уж и слабо как кажется в лейте посмотрим опять же как это будет все разыгрываться осталось уже не так много таких уникальных необычных способностей для нас с вами вверху посмотрели дальше интересный герой это лич потому что у него тоже такая совершенно новая для доты механика герой герой больше не может восстанавливать ману ни в коем случае кроме как если он стоит на фонтане но он регенит ману каждый раз когда рядом умирает кто угодно союзник противник нейтралы он получает сразу долю от их максимального хп это надо видеть это надо смотреть как это будет работать но это звучит очень прикольно мне нравится это необычный процесс дальше очень любопытно во первых марс сейчас расскажу подробнее а во вторых то что у меня проходит розыришь 20 аркан в телеге ссылочка в описании в честь этого патча там просто надо заполовить собственно телегу надо поучаствовать чтобы принять участие итоги будут 1 июня а что же делает марси марси делает так что все курьеры ее союзников по умолчанию имеют на 3 уровня больше и требуют больше атак от противника чтобы умереть это значит что все курьеры марси то есть курьеры ее команды сразу же летают я не знаю насколько это круто полезно но это как будто прикольно это опять же лорна и посмотрим а к чему это приведет и что с этим получится любопытно да потом есть еще герой такой как марс теперь если он один против большого количества противников его папориген увеличивается на 100% например то есть на 25% за каждого отсутствующего так сказать союзника против кучи врагов он также бафает например если он вдвоем против 5 врагов то он бафает хопориген себя и товарища на 75% это прикольно необычно ситуативно да есть герои с жестким хопоригеном например хускар вот хускар марс как будто бы вдвоем могут ушатать пятерых просто если нет какой то подрезки хопоригена висп опять же все отхилы в общем любопытная механика необычная знаете в драке 5 на 5 не такая полезная но это реально свежо для доты такого тоже раньше не было далее айо у нас идет да это виспик что я его так найду а висп нет может я его через скил найду да тезер нашел сайтсир это врожденная способность он очень быстро захватывает смотрителей буквально за секунду да потому что они так захватываются ну примерно на секунду а у виспа на секунду меньше требуется и все смотрители под контролем виспа получают на 300 больше обзора это банально может быть супер непривычно потому что вы привыкли всегда к тому какой радиус обзора у смотрителя вы забыли что против вас висп вы пробегаете мимо этого смотрителя думаете что вас не видно вас оказывается видно вас наказывают это тоже свежо тоже по новому плюс респект за изобретательность и остался я себе еще одного героя выписал, это инвокер он получает теперь врожденную способность дающую ему 15% опыта от всех задинаенных лэггрипов не знаю насколько это по игре поможет но учитывая, что инвокер универсал и у него здоровая плюха, в принципе он может перединаивать вообще все и это в какой-то степени дает ему с каждой пачки, ну допустим он задинает каждого плюс дополнительного крипа с опытом, наверное по игре не так сильно все-таки это будет отражаться, но то, что это забавная механика, это факт вот такой вот ребята обзор самых имбовых и самых необычных врожденных способностей, если понравился ролик, ставьте лайк, пишите в комментариях что ждете такой же обзор на аспекты, ну и я очень постараюсь его сделать, записать вот и приходите сегодня поболеть за меня на покере, на канал кейка, на твиче, либо же на ютубе на канал бэтбум, буду играть против кумана, против эксайла, против кореша, по-моему он тот, что он играет в боевую, в общем стримеры и покерок будем стараться всем спасибо, кто смотрел и пока, пока